Сегодняшнего вебинара. Тема наша такая, арт-портал, не только галерея, ресурс в помощь художественному образованию. Я хочу отметить, что такие вебинары я провожу достаточно регулярно. Это наш традиционный продуктовый вебинар компании Директ Медиа. Последний раз я его проводил в июне 22 года. С той поры несколько новинок появилось у нас на арт-портале. И о них я вам сегодня в том числе тоже расскажу. Ну что ж, давайте пойдем сначала. Арт-портал, ссылка на него, это наш проект, проект компании Директ Медиа, который имеет такую двойственную природу. С одной стороны, он как художественная галерея, работает бесплатно, и в нем можно посмотреть большое количество изображений и подробных описаний к ним, а также воспользоваться некоторым количеством дополнительных сервисов. С другой стороны, это наш подписной сервис, в полной версии которого вы можете получить гораздо больше. И вот об этом я хотел бы сегодня с вами рассказать, как о бесплатной части, так и о подписной части. Ну, сначала несколько цифр. У нас в арт-портале более 65 тысяч изображений, примерно 7 тысяч авторов из более чем трех тысяч музеев. Кроме собственных изображений, у нас представлено некое количество мультимедиа материалов, а также мы снабжаем наши материалы разными интерактивностями. Вот среди таких интерактивных и мультимедийных материалов, это, во-первых, глеи изображений, это слайдеры, это оси времени, это видеоматериалы, и, наконец, это интерактивные путешествия, о которых я постараюсь рассказать немножко подробнее. Главная страница нашего сайта выглядит примерно так. Так, это самый верх нашей страницы нашего сайта. По центру, да, ну, сверху располагается поиск, как всегда, вот, и вход для тех, кто зарегистрирован. Да, кстати, кроме, собственно, подписки, есть еще и регистрация. То есть вы можете зарегистрироваться у нас, и тем самым вы получаете не полный доступ ко всем подписным ресурсам, но некоторый дополнительный функционал, по крайней мере. Так что регистрация имеет смысл. Вот. Но самое простое – это пользоваться сайтом арт-портала без входа и без всякой подписки. вы будете иметь доступ, ну, практически ко всем изображениям, но к небольшой части функционала, скажем так. Вот. По центру у нас располагается большой баннер, который ведет к разным внутренним проектам арт-портала. И, собственно, это такая немножко альтернативное меню, да. Слева располагается висячее меню с жанрами искусства. Живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр, книжная миниатюра. Вот. А если мы перемотаем чуть вниз сайт, то увидим вот такой вот подвал, который содержит переход к ленте времени от хронограф. О ней я чуть-чуть попозже расскажу. А также нижнее меню, которое, собственно, осуществляет переходы к внутренним разделам сайта. Если такие разделы, как авторы, страны, жанры, музеи, это, по сути дела, переход к внутренней структуре сайта, который в той или иной степени отсылает нас к галерейному составу от портала. То есть просто к изображениям с подробными описаниями, но сгруппированным по тому или иному принципу. Например, по принципу авторства, страны, жанра и музея. То прочие строки здесь, они имеют некий специальный характер, отсылают к дополнительному функционалу, и именно они для полного просмотра требуют дополнительной регистрации и оформления подписки. Арт-учебник. Арт-учебник – это некий такой, как бы это сказать, некое количество дополнительных текстов к арт-порталу, которое формирует более последовательное сведение об искусстве, скажем так. Вот. Кроме арт-учебника есть такая вещь, как МХК онлайн. Это гораздо более подробный и гораздо более связанный с, в данном случае со школьным образованием по мировой художественной культуре, раздел, который, собственно, можно применять, ну вот, прямо как учебник. Там большое количество текстов, которые сопровождены большим количеством иллюстраций, всплывающих, вот, и организованы они по принципу, ну, собственно, я чуть попозже расскажу, по какому принципу они организованы, вот, вы это увидите. Эпохи и стили. Это тоже некий дополнительный раздел, в котором подробно рассказано, со ссылкой, разумеется, на сами произведения искусства, но с присутствием дополнительных текстов, а также с присутствием дополнительных видеороликов, рассказано об основных эпохах и стилях в искусстве. Ну, собственно, это, это, это примерно несколько десятков эпох и стилей, и вот про каждый есть такой значительный кусок текста, вот, мультимедиа какой-то материал и ссылки на те изображения, которые у нас есть. Арт-библиотека. Следующие два пункта. Арт-библиотека. Это, это совсем отдельный, совсем отдельный раздел, который содержит, скажем так, это раздел сильно связанный с нашим основным продуктом, электронной библиотечной системой, университетская библиотека онлайн, и, по сути, это все книги по искусству из университетской библиотеки онлайн. Это подписной сервис, на него надо обязательно подписаться. Но там несколько тысяч книг по искусству, это имеет смысл. Ну и, наконец, вот, выделенная синим цветом здесь арт-библиотека, это тоже особый раздел, содержащий большое количество дополнительного контента. Это около полутора сотен проектов, каждый из которых представляет собой что-то вроде журнального выпуска, ну, журнального в кавычках, конечно, да, посвященного одной какой-то теме. Вот эта одна тема, она может быть как обширной, например, искусства какой-то страны, так и более узкой, посвященной какому-то жанру, например. Ну, жанр это тоже достаточно широкая. Более узкой, посвященной какому-то художнику, графику или скульптору или архитектору, например, да, или совсем узкая, да, еще есть разделы, посвященные художественным группам и объединениям. Ну и совсем узкая, это посвященная какому-то одному произведению искусства, известному, великому, о котором мы рассказываем подробно. Подробно, как правило, это выполнено в форме интерактивного путешествия. Об этом я тоже чуть попозже расскажу. Ну, здесь мы видим просмотр конкретного изображения. И в данном случае мы видим, что есть изображения, которые представлены очень большими размерами, то есть большим разрешением. И в этом случае можно посмотреть как изображение целиком, так и изображение по кусочкам. Вот в данном случае вы видите фрагмент изображения полотна Александра Иванова, явление Христа народа. Вот вы даже видите вдали там какие-то люди, которых обычно мы не замечаем. То есть в достаточно большом увеличении вы это можете посмотреть. Если речь идет о каких-то известных художниках, то, как правило, переходя по имени, это раздел авторы, мы можем познакомиться и с достаточно подробной биографией, и с портретом или автопортретом, и с наличием каких-то дополнительных книг, а также, разумеется, с теми изображениями, которые у нас есть и которые приписаны данному автору. Если речь идет о музее, и мы переходим в меню, в главном меню на вкладку, на пункт меню музея, мы получаем возможность ознакомиться с музеем. Опять же, если это музей достаточно известным, о нем много информации, включая ссылки на сайты этих музеев, основная характеристика музея, где он расположен, и вплоть до информации о том, когда он работает. Эпохи и стили. Вот так примерно выглядит этот раздел, так художественно оформлен. Слева по алфавиту располагается список эпох и стилей, справа сразу какие-то изображения из этих эпох и стилей, но лучше перейти по ссылке и изучить это подробнее. И тогда мы попадаем вот в такой вот раздел, где есть описание этого стиля, более-менее краткая, как правило, на несколько абзацев, иногда побольше. Есть... Давайте я включу рисовалку. Есть ролик, художественный ролик, где рассказывается про этот стиль, очень такой красочный, как правило. Ну и слева имеются такие переходы на то, как этот стиль сказался в разных жанрах искусства, например, стиль в скульптуре, в живописи, авторы стиля, географические какие-то данные по данному стилю и так далее. Арт-учебник. Ну, это то, что я вам уже немножко рассказал. Тоже переход на арт-учебник есть с главной страницы, из нижнего меню. Вот. Ну, тут, собственно, вот рассказано о том, что из себя представляет арт-учебник. Можете почитать. На мой взгляд, этот арт-учебник, такой достаточно симпатичный, хотя и, как бы это сказать слегка... А, забыл слово. Немножко разностильный раздел нашего сайта. Вы можете познакомиться с ним прямо с главной страницы, перейдя на вот это вот по пункту меню «Арт-учебник». Лента времени хронограф. Если вы помните, на главной странице она занимает специальное место. Внизу, чуть выше основного меню, располагается она. И при переходе на нее вот такая вот картинка образуется. Это трехмерная ось времени, где у нас в виде такой дорожки уходящей, чуть было не сказал в будущее, на самом деле в прошлое, представлены шесть разделов. Это «История», «Архитектура», «Живопись», «Культура», «Литература», «Музыка». И по каждому из этих разделов на какой-то оси условной эта ось располагается, вот идет от нас туда в прошлое, ну или наоборот, да, как угодно. Располагаются краткие такие небольшие иконки, картинки, на которые можно ткнуть и перейти к подробному описанию. По самой оси времени можно перемещаться посредством вот такого движка, который есть внизу. Сейчас я опять вам это нарисую. Вот этот движок. И двигая его вот сюда, например, мы переходим ближе к нашему времени, двигая вправо. Вот, и, соответственно, вот эта картинка вот здесь вот вся, она меняется, и можно перейти на какие-то другие иконочки и посмотреть более подробную информацию. Ну, по сути дела, это новый, немножко новый подход к навигации по сайту временной, связанный со временем создания данного произведения. Вот, конечно, здесь не все 65 тысяч произведений на этой оси времени указаны, но несколько тысяч есть основных, самых основных, про которые, которые, быть может, ну, во-первых, которые сами по себе являются событиями по своему качеству, а во-вторых, которые в той или иной степени, в большей степени привязаны к своему времени и его характеризуют. Вот такой был примерный отбор этих произведений. Если ткнуть на какую-нибудь из иконок, мы попадаем... сейчас... попадаем в вот такое примерное описание, которое, кроме самого изображения, основных данных по данному произведению есть еще более-менее подробная информация, такая, как история владения, история экспоната и так далее. Ну, иногда какая-то дополнительная информация. То есть на тех... на тех произведениях, которые включены в ось времени, они, ко всему прочему, еще и содержат дополнительную информацию, описательную. Вот, и это достаточно важно. Идем дальше. Новый раздел, вот тот, которого еще... о котором я летом еще не говорил, это МХК онлайн. Это, по сути дела, учебник, созданный в интерактивном гипертекстовом виде и гипермедийном. Вот. У него есть рубрикатор. Выглядит этот рубрикатор вот так. Ну, это, по сути дела, обычное оглавление, да? По оглавлению с пятого по одиннадцатый класс. Вот мы сейчас откроем с вами шестой класс, раздел романское искусство и раздел скульптуру. И, перейдя по нему, попадаем вот в такой вот текст, да, в котором... Я специально тут наехал мышкой на какую-то иллюстрацию 7, по-моему, если не изменяет память. Вот. Она всплыла, такое изображение, оно кликабельно, на него можно нажать и перейти к его подробному описанию. А так, вот этот текст, он достаточно обширный, и он достаточно обширный, полный, и вы видите, насколько он интерактивный, то есть практически в каждой строке есть какие-то иллюстрации. Этих иллюстраций гораздо больше, чем можно было бы дать в традиционном учебнике бумажном, да? Как вы понимаете, здесь этих иллюстраций гораздо больше. Ну, так, по моим прикидкам, их как минимум, наверное, несколько сотен, а то и полтысячи где-то. Вот, я имею в виду во всем МХК онлайн разделе. Вот. Ну, то есть, полезность этого учебника в школе, на мой взгляд, там, где изучает мировую художественную культуру, достаточно очевидна. ее можно использовать, и использовать ее гораздо приятнее, чем листать учебник с, может быть, не совсем качественными иллюстрациями. Вот. Я хотел бы даже отметить, что, наверное, это даже лучше традиционного учебника, переведенного в электронный вид, то есть, представленного в виде PDF-файла, ну, хотя бы по той причине, что в этом PDF-файле будут те же самые иллюстрации с тем же количеством и без... без... без интерактивной, без гипертекстовой разметки. А здесь вот есть гипертекстовая разметка, и, на мой взгляд, это достаточно здорово. Я хотел бы отметить, что, конечно, ничего такого сильно нового в таком... в таких учебниках нету, но... то есть, такие вещи можно было делать еще 20 лет назад. К сожалению, мы до сих пор имеем мало таких учебников, учебных пособий, хорошо размеченных, с большим количеством иллюстраций и так далее. Еще я хотел бы отметить, ну, это такая ремарка, потому что я в свое время имел отношение к... к созданию таких учебников еще примерно 20-25 лет назад. Вот, и как раз это были учебники, связанные с... иллюстрациям, по-моему, это была литература и искусство, учебник для высшей школы. Вот, и уже тогда мне было понятно, что как раз в этой области, там, где надо представить большое количество иллюстраций, в области, связанной с искусством, электронные гипертекстовые, гипермедийные средства, они наиболее хороши и должны... все должно развиваться в этом направлении. Но, к сожалению, прошло 20 с лишним лет, и мне снова приходится рассказывать о таком учебнике, как о... ну, не как новинке, конечно, но как чем-то, что в лучшую сторону отличается от того, что мы... чем мы до сих пор пользуемся. Путешествия мечты. У нас нет прямой ссылки в меню на этот раздел, но есть ссылка на него с большого баннера, который располагается по центру страницы. Этот баннер сменяемый, он ведет к разным разделам, но вот в одном из своих положений он ведет на раздел, который называется путешествия мечты. Путешествия мечты это некоторое описание, такое популярно-географическое описание одной из стран. А здесь уже представлены несколько десятков стран. Вот так вот выглядят, ну, например, Нидерланды. Это верхняя часть страницы. Здесь представлено описание, но оно туда дальше вниз тоже идет. Давайте я снова включу разметку. Вниз идет такое описание со встроенными картинками. Здесь карта с точками интереса. Здесь переходы к дополнительным разделам, таким как разделы по областям и ведущим городам, например, Амстердам, Гага, Делфт, Роттердам и так далее. А ниже, если мы переместимся, у нас есть собственно раздел, связанный с нашим интересом. это авторы стороны и страна в шедеврах. То есть по Нидерландам много чего можно сослаться. И здесь мы переходим по сути дела к еще одному способу доступа к той графической информации, которая у нас есть в арт-портале. теперь со стороны странноведения, скажем так, или с географической точки зрения разметка осуществлена. Арт-портал, один из моих любимых проектов, артотека, прошу прощения, один из моих любимых разделов и проектов арт-портала, в котором я в свое время принимал активное участие. Первые разделы артотеки, одни из первых как раз делал я. Каждый раздел артотеки это, как я уже говорил, выпуск. В настоящий момент число приближается к 150, если не изменяет память, надо уточнить. Каждый раздел это такой достаточно серьезный текст, как большая статья в приличном большом журнале с большим количеством изображений, изображения, ну, изображения, как правило, от нескольких десятков до нескольких сотен, в зависимости от того, что это за проект и какая у него структура. Изображения представлены в интерактивном виде, в этих разделах много слайдеров, есть видеоролики, есть различного рода галереи, внутренне встроенные небольшие галереи, есть всплывающие изображения по клику, ну, и много другой интерактивности. Вот так представлен раздел артотеки, не раздел артотеки, а главная страница артотеки, это такие плашки, на которых изображены последние выпуски, ну, а если идти сверху вниз, то мы попадаем на какие-то более старые выпуски. Некоторые из выпусков являются демо, вот мы видим второй ряд, они, это относительно старые выпуски, но они демо, то есть они доступны в бесплатном режиме, даже без регистрации. Вот демо, демок, если не изменяет память, ну, десяток или полтора, наверное, десятка, где-то так, возможно, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, но вокруг этой цифры. Вот, так что можете зайти и посмотреть различные наши проекты артотеки, выпуски артотеки. Вот, ну и здесь вы можете посмотреть разные выпуски, даже если воспользуетесь демо. Вот, например, этот выпуск и этот выпуск, они сделаны в формате лонгрида, а вот этот выпуск, он сделан в формате интерактивного путешествия. Формат интерактивного путешествия это наиболее интерактивный формат из всех, которые мы используем. Интерактивное путешествие, вот сейчас я вам дам одну минутку на следующих слайдов, как раз есть, да, и вот эти ссылки я вам сейчас тоже дам прямо, расскажу и прямо дам в чат, чтобы вы могли посмотреть. Интерактивное путешествие представляет собой путешествие по большому изображению. Мы используем гигапиксельное изображение, а это значит, что это изображение размером примерно ну так 30 тысяч на 30 тысяч пикселей, а то иногда и побольше бывает. Чтобы вы представляли, что это такое, если перед вами сейчас находится экран Full HD 1280 на 1920 такое в настоящее время ну почти что стандартный формат, вот даже может быть и не у всех он есть, вот у кого-то поменьше, это значит, что чтобы отобразить это изображение пиксель в пиксель, то есть пиксель изображения в пиксель вашего монитора, вам понадобится стена из таких мониторов длиной в 15 мониторов и высотой в 30 мониторов. Вот представьте себе, вот только тогда отображение будет один один в один. Другими словами, в нормальном виде это изображение для обзора представлено в серьезном уменьшении раз так в 30-40. Вот этот формат представлен для, этот масштаб он служит для того, чтобы просто картинку посмотреть, что на ней есть. А потом мы начинаем с увеличением наезжать на различные детали картины, обсуждать их, публиковать дополнительные изображения про эти отрывки про эти кусочки изображения, писать какие-то описания и так далее. Это достаточно интересные интерактивные получаются такой путанный путь, по которому мы проходим по картине, останавливая свой взгляд на многих ее кусочках и описывая эти кусочки подробно. А сейчас я вам дам для просмотра как раз эту ссылку. Так, у меня почему-то оказалось закрытым. Сейчас мне потребуется для этого немного времени. Так. Это значит первая ссылка. Это ссылка на наши интерактивные путешествия по полотну Иванова явления Мессии или явления Христа народом. Вот. Ну и всего у нас примерно десяток таких интерактивных путешествий. Путешествий по Босху. Одно из первых наших. И сейчас я эту ссылку вам тоже дам. По Босху, по его триптиху сад земных наслаждений. Очень интересное получилось интерактивное путешествие. Ну и уж если делать интерактивные путешествия, то, конечно, по Босху в первую очередь, потому что на его картинах огромное количество мелких деталей, которые можно рассматривать практически бесконечно. Вот. Также у нас есть по Брейгелю и по Абердинскому бестиарию и по некоторым другим картинам такие вот интерактивные путешествия. На мой взгляд, это лучшие наши выпуски артотеки и наиболее интересные, наиболее интерактивные, вот, вызывающие наибольший интерес. Хотя, может быть, с точки зрения информативности они могут проигрывать некоторым выпускам, которые содержат большое количество текста, да, но с точки зрения подачи материала и вообще самой идеи разглядывать полотно подробно, конечно, им, ну, не обязательно полотно, да, у Боска было еще дерево, но неважно, произведение подробно, это, на мой взгляд, очень важный и интересный способ рассказа об искусстве. В некоторых, в некоторых выпусках артотеки у нас в последнее время стали появляться тесты, ну, тесты, разумеется, не для того, чтобы поставить себе какую-то отметку, тесты для увлекательности, вот, например, один из таких тестов по жизни и творчеству Густава Климта, это один из последних выпусков артотеки, посвящен Климту, творчеству Климта, ну, и вот такой вот примерно тестик, здесь у меня представлена его обложка и один из вопросов, третий вопрос, вот, на который правильный ответ сделан. Вот, я думаю, что это увеличивает вовлеченность и увеличивает привлекательность таких выпусков. Арт-библиотека. Арт-библиотека у нас, как я уже говорил, это особый раздел в меньшей степени, ну, так же, как и артотека, выпуски которой не так сильно связаны с содержимым галереи, самой галереи арт-портала, да, так и арт-библиотека, она, ну, практически полностью развязана с содержимым арт-портала. Вот, это есть дополнительная возможность, дополнительная возможность подключения к корпусу книг по искусству, книги представлены в формате PDF, то есть, по сути дела, это такая небольшая ЭБС, которая присоединена к проекту арт-портал, вот, как здесь написано, более трех тысяч книг в ней есть, ну, и, разумеется, это кроме огромного корпуса текстов по искусству, еще и дополнительная возможность поиска изображений, потому что, конечно, не все изображения из этих трех тысяч книг, они представлены у нас на арт-портале, некоторые могли и не попасть, таким образом, если вам надо кропотливо поискать что-то, да, вы можете не только поиском или каким-то иным способом поискать это все на арт-портале, но и зайти в арт-библиотеку и уже в книгах, которые могут содержать то, что вы ищете, путем поиска по ним, перелистывая их, рассматривая, находить те изображения искусства, которые вам интересны. ну, вот, несколько обложек, которые представлены в арт-библиотеке, ну, и дальше тут тоже можно сортировать по названию, автору, году, ну, в общем, все как в такой небольшой ЭБС. описание книги тоже представляет из себя по структуре примерно то же самое, что мы видим в ЭБС университетской библиотеке онлайн, но несколько более простое, вот, а так все то же самое, дисциплина, жанр, издание, объем, АСБН, УДК, ББК, можем почитать аннотацию, ну, или по кнопке читать перейти, собственно, в читалку и ознакомиться с тем, что в этой книге есть, ну, и тут внизу сообщается вам о том, если вы зарегистрированы, вы должны быть зарегистрированы для того, чтобы использовать арт-библиотеку, сведения, соответственно, у вас есть свой аккаунт, вы видите, какие книги вы недавно читали, ну, это, по сути дела, такое, ну, это не книжная полка, книжная полка, на которой лежит то, что вы читали недавно, да, и, соответственно, можете к этому вернуться. Ну, вот, читалка, она такая простая, более простая, чем в университетской библиотеке онлайн, но видится хорошее соответствие, видно, что это примерно та же самая читалка с небольшими изменениями и изъятиями в интерфейсе. в интерфейсе. Ну, и, наконец, у нас в, на нашем арт-портале есть раздел, который называется вебинары по искусству, он адресует как раз к вебинарам, которые проводились в Директ-Академии, это вебинары не такие, как я сейчас веду, по, собственно, арт-порталу, а те вебинары, которые у нас проходили в 2017-18 и 18-19 годах, конкретно по искусству, по жанрам и так далее. Вели эти вебинары искусствоведы и историки искусства в первый сезон Софья Багдасарова, она сейчас достаточно хорошо известна своими, несколькими своими книгами, там, например, Апокалипсис в искусстве, ну, еще несколько таких по-хорошему интересных, хотя и скандальных книг, вот, и во второй год была Марина Пивень, которая у нас тоже последовательно по жанрам прошлась и рассказала, соответственно, у нас вот эти 18 или 20 вебинаров по искусству приведены, записи их, эти записи, конечно, вы можете найти и прямо на нашем портале, прошу прощения, на нашем канале в Ютьюбе, но для этого вам придется искать достаточно серьезно, а здесь они все сосредоточены в одном месте, вот, очень удобно. Кстати, эти записи, особенно первого нашего сезона с Софьей Багдасаровой, они одни из самых популярных на нашем канале в Ютьюбе. Где это? Ну вот, сейчас я приведу вам вот эту ссылку, если, в принципе, конечно, лучше скачать презентацию и все ссылки иметь, скажем так, на борту, но я могу вам эту ссылку, конечно, и так дать, одну минутку, копирую ее в чат, вот здесь вот. Вот. Ну и вот на этой ноте, наверное, я мог бы уже и закончить. Вот. Я, может быть, достаточно, ну, я в этот раз не делал показов, но дал вам ссылки на интерактивные путешествия, которые вы сможете сами посмотреть, это увлекательно. Вот. Причем, ну, лучше, конечно, эти ссылки рассматривать с большого экрана, но можно и на телефоне посмотреть. Вот. Это работает, хотя интерфейс выглядит немножко странным. Вот. Если смотреть это на телефоне, вот, на большом экране или даже на на гаджете среднего размера все выглядит более-менее нормально. Вот. Лучше всего на большом экране, потому что эти картины, они стоят того, чтобы их рассмотреть внимательно и с большим увеличением. Как раз-таки на телефоне это большое увеличение не так играет своими гранями, как на большом экране. Вот. Коллеги, если у вас есть вопросы и какие-то пожелания, я готов их рассмотреть. А сейчас пока дам вам информацию вот такую вот. для тех из вас, кому интересно получить сертификат, приобрести сертификат об участии в сегодняшнем вебинаре, это можно будет сделать примерно через несколько минут, 3-5 минут после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Переходите по ссылке вот этой вот сертификат Директ Академия.ru попадаете в поисковую строку, где вы набираете либо свою фамилию, имя, отчество, либо лучше тот мейл, по которому вы зарегистрировались. Вам выпадает список всех вебинаров, посещенных вами в Директ Академии. Выбирайте сегодняшний вебинар, далее переходите как платить, там скобочка кнопка оплатить, возникает Юкасса со всеми ее возможностями оплаты различными. Оплачивайте, если вы оплатили онлайн способом, с картой или каким-то другим быстрым способом, то информация об этом доходит практически мгновенно и через ну лучше все-таки выждите еще примерно пять минут, снова заходите на сет Директ Академия.ru находите себя и кнопка оплатить превращается в кнопку скачать. Очень простой способ и я надеюсь, что не составит вам труда тем, кому это интересно пройти по этому пути. Вот, коллеги, спасибо, что вы пришли, спасибо, что меня выслушали, вот, мы такие вебинары будем проводить примерно раз в год, раз в полгода, приходите. Ох, спасибо, кто-то меня решил мою фамилию напечатать. Да, это я. Друзья, ну, а я с вами прощаюсь до следующего своего вебинара, я пока не пометил. Скорее всего, будет это какой-то продуктовый вебинар, который пройдет в марте, марте, апреле, вот, а может быть какой-то другой вебинар, у меня, например, зреет мысль сделать вебинар по обзор каналов на ютубе, которые занимаются просветительской деятельностью. У меня накопилась масса информации по поводу этого, вот, и сделать такой сборничек, который можно было бы рекомендовать вам, а вы, в свою очередь, могли бы рекомендовать своим студентам. Но это уже особый разговор, не знаю, получится у меня или нет, но надеюсь, в этом году я такой вебинар сделаю. Ну, что ж, друзья, спасибо за участие в вебинаре, я с вами прощаюсь, до новых встреч в Директ-Академии, приходите на все вебинары Директ-Академии, мы специально подбираем для вас интересные темы и делаем все, чтобы вам было полезно и интересно. А также приходите на курсы Директ-Академии и обучайте уже всерьез на наших онлайн-курсах. Всего доброго, до новых встреч! Директ-Академии